Это стул и пенопласт. Не знали, живая или нет. Я лежала в соседней комнате под столом. Всем большой привет! Сегодня мы посетим учительницу Галину Павловну, которой мы помогаем уже длительное время. И те, кто нас смотрит, её уже хорошо знают. Ей дали квартиру, мы её посетим, пообщаемся и всё вам покажем. Мы приехали в гости Галине Павловне к учительнице. Она живёт в этом доме. Это не новый микрорайон, такая площадка детская. Покрытие хорошее, резиновое. Домик вот так выглядит. Спасибо. Двенадцатая. А здесь что, лифта нет? А, нет. Нет? А, я не смотрю. Наверное, оттуда если захотеть. Лифт есть, но мы туда не попали. Закрыта дверь, открыта только сюда. Да, тоже хорошо. А вот дверь. Здесь, похоже, что это обои. Здравствуйте, прошу. Здравствуйте. Ой, какие вы красивые сегодня. Прошу. А ещё кто-то? Не надо. Извините, квартирка небольшая. Такая еда. Покажите нам квартирку вашу. Так, пожалуйста. Коридорчик небольшой. Квартира вообще небольшая. Коридор небольшой. Ну, начнём с чего? Санузла. Пустит, да, по порядку. Санузел. Вот. Здесь необычное покрытие. Необычное покрытие такое. А, да, какое-то такое интересное покрытие. Ну, здесь всё было, кроме машинки. Машинку только я купила сюда. Это здесь было. Боллер, да, и ванна. Боллер, да, вот это с раковинкой, ванна и сушилкой для полотенца. Ну, здесь, конечно, пусто. Ну, ничего. Здесь пока ещё пусто. Пока ещё средств нет, чтобы купить сюда. Кухню, стол и прочее. А то, что вам дали денежку, вы холодильник взяли, да? Взяла то, что денежки дали, дала холодильник и машинка. Крадо 97 тысяч ушло. Машинка и холодильник 100 тысяч метров. И 37 машинка. Да. Но плита была здесь, да, в комплекте и раковина? Да, и раковина. Это всё, что было. О, зато с балкончиком у вас. Да, все с балкончиками, да. Это не упаковку вынесла. Там работают. Валечка, что получилось, то получилось. Главное то, что нужно жить сегодня и сейчас. Да, как говорится. Потому что она не хозяинка, хозяинушка. Поэтому пошли пока на наследство. Ну и здесь комнатка. Здесь комнатка. Что смогла? Ну хорошо. Купила. А, диванчик, да, который вы купили, который, да? Купила диванчик, да. Купила диванчик. Ну, а это бэушное купила тоже кресло и стены. Вот это вещи смогли взять. Бэушное смогли взять. Ну и хорошо. Ну и просто замечательно. Такой по доступной цене получилось. Поэтому так вот. Хорошо, хорошо. У вас небольшая квартирка, но уютная. И ремонт, в принципе, хороший. Ну, ремонт нормальный. Слепочек. Теперь нужно. Оба одинаковые. Слеполы и прочее. Снова наживать. Вы видите, как... О, красота. Так, ну давайте присаживайся. Ой, спасибо. Покрывалась. Спасибо. Это вам на вкус не понадобенно. Любое, какой-то надежности. Спасибо. Все голубенькое, да? Все подсветно. Да. Мы с вами, Аля, приспосабились, вот здесь кушать. Ну, что делать. А это положила на табурет вот эти с упаковки с холодильниками. Нет, я на чем раз положил. Ну, ничего. Так, даже вчера сложили. Даже... Ну, ничего. Стул и пенопласт. Нормально. На стульчике. Хорошо придумали. Хорошо. Так, ну давайте присаживайся. А святого пока не жмут. Галина Павловна, а это вам от нас 5000 что-нибудь купите себе на память? На стол. На стол. На стол. Чтобы можно было в следующий раз пригласить вас к столу. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Так, присаживайтесь. Так, если не смогли, жарите. Вот Галина Павловна говорит, что мы привозили продукты, они смогли сэкономить. Сэкономить на стеночку и на кресло сэкономила. Да, и сэкономили, смогли взять не новое, но смогли сэкономить на стенку, кресло и диванчик. Да. Это наши продукты превращаются в мебель. Да. Да. На полушку от них не будешь. Красиво. Я знаю, покрывалось. Красиво. 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 Кто передавал спасибо, это вот в посылках было. Спасибо большое. Господи, мир не без добрых людей. Продукты большие под спойли. Конечно. На полмесяца. Конечно. Вполне хватает это самое. Уже потом сэкономят, они могут что-то соблюдать. Что-то вот перемену на кухне нет. Ой, еще и на полочке. Ой, прекрасно. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, красивая, конечно. Спасибо большое. Красиво. Это отронуто. А потом, я думаю, подожди, я попробую на скале и вот это упаку. Галина Павловна спать не могла, все думала, как стол сделать. Ну, что, все нормально, сынчик, да? Мы у Галины Павловны и попросили рассказать ее немножко о том, что было. Как они пережили это все. Ну, когда началась война, я никуда не уехала. Предлагали внуки покинуть территорию Мариуполя, уехать с ними. Но я не решилась оставить дома, оставить двор. Осталась дома. Ну, тяготы переносила вместе с соседями. Грели воду соседи мне. Соседи у меня очень хорошие. Ну, а когда 30 марта был прилет, прямое попадание в дом, я лежала в соседней комнате под столом, развалила полностью в соседней комнате стенку. Все вывалилось сюда. Я бегом схватила чемодан. Кое-какие вещи, что мало схватить, подбежала под обстрелами, под пулями. Я подбежала к сестре в такое более безопасное место. На другой день все с соседями пришли, забили остатками разбитого двери, окна, чтобы не было мародерства. Вот. Это было 31 марта. А 2 апреля масса прямых попаданий в дом. Сильно разбит дом. Дом сгорел полностью. Выгорел дом. И все имущество выгорело. Ну, часть чего-то я там успела спрятать у своих соседей до пожара. Ну, жила в сестры. А 1 июня решила. Не надо ходить на свой двор наведаться, потому что душа болит. Я прожила там больше 30 лет. 1 июня шла на свой двор. И вдруг вижу, едет машина. Это был 1 июня, день защиты детей. Останется машина, раздают хлеб. И говорят, женщина, дайте вам хлебушку. Я говорю, да, дайте, пожалуйста. Хлебушка дали мне лекарство. Я еще защипнула, собака рядом была. А защипнула хлебушку, дала собаке по деньги, потому что он тоже бездомный. И благодаря вот этому видео, которое раздавали хлеб, родственники, которые искали меня, искали, не знали, видели, что мой дом сгорел, не знали, живая или нет, живая или сгорела в этом доме. И благодаря этому видео, этой передаче, родственники смогли меня разыскать. Очень обрадовались тому, что смогли потом выйти со временем со мной на связь. Так узнали, что я жива. Ну, прожила я у сестры год. Ну, а сейчас дали мне квартиру. Вот сегодня я встретила гостей, Яночку и волонтера нашего Валентину, Самуила. И мы решили немножечко пообщаться с ними вместе, поблагодарить. Поблагодарить всех тех, кто помогал нам. За счет помощи, которую выдавали, мы смогли что-то сэкономить. За счет тех продуктов, которые привозила нам Яна, что-то можно было сэкономить, чтобы хоть купить какую-то, ну, самую элементарную мебель, чтобы было на чем поспать и куда повесить свои скромные вещи. Ну, большое спасибо всем. Низкий поклон за такой труд ездить к нам и всем тем, кто жертвует на то, чтобы нам помочь. Хорошо. Мы тоже рады, оказывается, что наше видео помогло найти родственникам, увидеть Галину Павловну. Они узнали, что она жива. А вот теперь мы здесь празднуем, радуемся. Главное, да, что они узнали, что я жива. Однако они вообще не знали, жива я или нет. А вот благодаря этой передаче, этому видео, узнали, что я жива. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. А я постараюсь найти это видео и вставить. Вы посмотрите, как это было. Немножко, еще бабушка. Лекарство сердечное, если можно. Есть еще, нет валидол. 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 Со мной бабушка еще живет 80 лет. Мы бы тихим. А, нальгин, протестамол еще есть. О, подходит. Спасибо большое. По две давай пластинки. Одна это очень мало. Перекись водорода есть. Перекись водорода. Лекопластыри. Не надо? Пластырь и одну перекись можно. Можно. Две клади пищи. Давайте я беру пищу. Спасибо большое. Почти год назад. Да? Год уже прошел. Первый день был, да. Галина Павловна, мы рады, что мы могли вам помочь в самое трудное время. Спасибо большое. А теперь радуемся за вас. Квартиру дали. По крайней мере, уже есть крыша над головой, да? Да, уже есть. Что-то уже из мебели есть. Да, ну, будем дальше стремиться что-то еще приобрести. Ну, хорошо, хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Путь управления. Спасибо за гостеприимство. Спасибо вам за визит, что вы не забываете, что посетили нас. Пожалуйста. Давайте покажем, как это самое. И вот лифт у нас, лифтовая зона. Большая. Но лифт пока не работает. А, не работает, поэтому мы не смогли попасть на них. Здесь большое помещение, вот лифтовое. Лифт пока не работает, но есть. Значит, будет работать. Да. До свидания вам, Галина Павловна. До свидания. Спасибо. И вам желаем, чтобы... Можно без осицу просто так приезжать. Хорошо. А вам желаем, чтобы вам здесь хорошо жилось. Спасибо, спасибо. Не, вы не спускаетесь. Зачем? И я снова говорю большое спасибо всем добрым, замечательным людям, которые не проходят мимо чужой нужды. Спасибо вам большое-большое. Пусть у вас в жизни будет все хорошо. Я желаю вам здоровья и хорошего настроения. Всем пока-пока. Сорок лет проработала учителем. Общий старт, 31 год. Больно, очень больно. Это уже сама жива. С вас 30-го часа летел сюда снаряд, а я в соседней комнате была. Схватила, что могла схватить. И бегу под обстрелами. Не задяну. Потом после этого приходилось-то ногу поломало. Было столько, как говорится, стиху иногда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.